Думаете, невозможно приготовить из перловки настоящий ресторанный деликатес? Хочу перевернуть ваше представление об этой крупе и доказать, что она достойна высоких похвал. Мне обойдется в копейке. Всем привет! С вами я, Наташка. И на своем канале Кузняшки хочу вам представить свой новый рецепт. Перлота с куриными желудочками в томатном соусе. Это по-настоящему ароматное и аппетитное блюдо. Во время готовки перловка успевает пропитаться томатным соусом и мы получим нежный и сочный вкус и аромат. Берем перловую крупу, тщательно промываем и заливаем водой на ночь, чтобы она хорошо напухла. Мы возьмем 400 грамм перловой крупы, 800 грамм куриных желудочков, 1 морковка и 2 луковицы, 1 стакан томатного соуса, подсолнечное масло для обжаривания. Из специй я возьму розмарин, 1 чайную ложку, 1 чайная ложка паприки и совсем чуть-чуть красного молотого перца. Для начала мы займемся куриными желудками. Предварительно очищаем от всего ненужного, снимаем желтые корочки, если есть, и нарезаем на 3 части каждый желудочек. В сковородку вливаем подсолнечное масло, 2-3 столовые ложки. И на раскаленное горячее масло посыпаем наши желудочки. И обжариваем 5-7 минут, чтобы вся жидкость испарилась. И пока тем временем мы нарежем морковку и лук. Морковку и лук нарезаем кубиками. Затем куриным желудочкам подливаем еще 3 столовые ложки подсолнечного масла. И подсыпаем морковку и лук. И обжариваем все вместе 15 минут под крышкой. То есть тушим. А чтобы во время готовки куриные желудочки стали мягче и волокна размякли, мы добавим цедру лимона. Натираем цедру на мелкой терке. А чтобы легче было натирать, положите за 1 час в морозильную камеру. Примерно столько. Теперь мы можем подливать томатовый соус. Стакан воды. Доводим до кипения. Теперь мы можем добавить наш перлок к куриным желудочкам с овощами. Добавляем сюда соль. 1 столовая ложка. Это по моему вкусу. Паприку и розмарин. Еще добавим немного красного молотого перца. Совсем чуть-чуть. Теперь все хорошо перемешаем. Подливаем еще немного воды. Чтобы покрыть полностью терловую крупу. И оставляем под крышкой тушиться на маленьком огне на 1 час. И через час, крышку мы в течение часа ни разу не открывали, мы можем проверить готовность перлота. Жидкость вся испарилась. Каждая крупинка перлопки, она хорошо разбухла. Мы видим, что она готовая. Аромат здесь божественный. Я попробую. Да, это то, что нам нужно. Но если вы чувствуете, что ваша крупа не разварилась, вы можете еще добавить по истечении часа воды и еще дотушить. Но у меня получилось из-за того, что я ее на ночь залила водой, и она меня прекрасно напухла. Это блюдо действительно заслуживает всех похвал. Приготовив один раз такое блюдо, вам захочется приготовить его еще второй раз. Вам приятного аппетита! А с вами была я, Наташка, и мои вкусняшки. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки. И всем до скорой встречи! Пока-пока! Пока-пока!